Литерально тут, где мы сейчас находимся, уже в дни 41-го проходили оборонные бои за Добруш. Про шмат годов на этом историческом месте те первые поколения Добрушан взвели мемориальный комплекс. Именно тут они и с устрелили День незалежности. Памятная церемония собрала ветеранов Великой Айшиной войны, представников УЛАД и прационных коллективов и замежных делегаций из России, Украины и Китая. Уси разом до мемориального комплекса памяти они усклали к ветке и ушиновали загинувших хвилины молчания. Давайте все минуту помолчим. В 2005 году я пришла в апреле месяце, возглавила этот район. У меня на столе лежал только макет этого памятника. Поэтому строили его мы всем миром. Открывали 9 мая 2005 года. И за это время сюда занесено, добавлено еще десятка, два, три фамилии. Зараз мурмуровые плиты заховывают имены прикладной 900 вызволителя. Ударычася родгерою Советского Союза в часу Великой Айшиной войны 8 человек были выходцами с Добрушской земли. Большая разница. Мы когда с фронта пришли, я лично пришел с фронта, здесь уже все побито было. А потом стали уже направляться, работать. Сейчас уже поглядишь направо и налево, красиво глядеть, понимаешь, на людей, на обстановку, на жизнь. Ну это большая разница. Переконацию этим наглядно можно было на выставе, якая протягнула программу. Экспозиция под названием «Проспект незалежности» разместилась на одной из центральных улиц районного центра. Тут представили все, что досягнул Добрушский район за годы незалежности. Прамысловость, сельская господарка, культура, спорт, адукация. А для острова не знайшли все сферы деятельности. Свои стенды представили калет 30 экспонентов. Доручая особливую цикавость, до выставы проявили представники замежных делегаций, якие тут же отзначили для себе перспективное накерунки супрационничества с Добрушским районом. Больше бумажное производство, тем более у вас будет сложный комбинат, это будет ассортимент большой продукции. И я думаю, мы как-то все-таки сотрудничество в экономическом отношении наведем. С рабочими визитами обмениваемся опытом. Это то, что сегодня надо. Приятно видеть хлебозавод ваш работает. Да и в целом мы ехали, поля смотрели, у вас достаточно высокие урожаи, животноводство активно развивается. Поэтому молодцы белорусы, спасибо, с праздником, добра вам, здоровья и храни вас, Господь. Одным из самых ведовищных мероприемств у День незалежности тут стало шоу «Лесоруба» под названием «Жалезная гульня». Прямо на воршах у прохожих маэстры бензопил створали драуляные скульптуры и споборничали в профессийных сдольностях. Не меньше ярким ведовищем стали показальные выступления спортсменов-парашютистов Центра авиационно-техничных видов спорта и творчести города Гомеля. Два парашютиста с вялизными белорусскими стягами спустились прямо на центральную площадку Добруша. Раньше в Добруше проходили показательные выступления спортсменов Гомельского аэроклуба, но именно для меня это первый опыт на этой площадке. Сейчас эмоции просто переполняют меня, выразить их у меня просто не хватает слов. Пожелать процветания независимости нашей стране, чтобы у нас все хорошо было. Музычным же сопровожением Дня незалежности у Добруши стал концерт белорусского державных ансамбля «Песняры», который выполнил легендарные композиции, начиная от Беловежской пушки, заканчивая Лявонихой. Дорогие справедливо будет отзначить, что у всех это свято жахары Добрушского района рахтовали все разом. Двума тыднями ранее районная организация Беларуси пропоновала провести субботник. Райвы конкам идею подпрыгал, и уже 18 червня местовые жахары вышли на агульно-районный субботник. Собранные сродки были накированы на финансование расходов, связанных с проведением Дня незалежности. А совместная праца сделала город еще больше чистым и пригожим.